Наконец-то мы выбрались к океану, наверное, полтора месяца не были. Тут какая-то грязюка, надо было одевать сапоги. Здесь, по-моему, нет... А, ну вот там есть машины, как они эти называются, и вот там вон трейлеры эти, ну, блин, где жить, домики на колесах, да. Вот они там и там. Здесь платно, это как такой парк платный. И... Зле я не одела свои техасские сапоги, приехала в кроссовках. Хотела, ну, сниматься с вами на лицо, то есть поговорить с вами, там одна тема у меня интересная есть. Но я вообще так замерзла, мы вернулись, я одела. У меня майка, кофта, куртка, капюшон, очки, чтобы меньше задувало. Я похожа не знаю на кого даже, показать страшно. Мужа покажу. Он пошел стоять в воде. У него вот эти вот техасские сапоги, они непромыкаемые. Он их моет, когда возвращается там домой, да, и они потом сухие внутри. То есть вот он может с них ходить по воде. Ну, у меня такие уже двое есть, но я ж их не ношу. Сколько в жизни я их одела? Пять раз. Одни пять раз и вторые дважды, да. Вот, а сюда вот как раз надо было. Вот просто такая погода здесь непредсказуемая. Куда-то выезжаешь, я уже знаю, что мне нужно брать с собой. Две вещи вот я взяла и кофту, и куртку. Поехала в футболки, была жара, 24. Вот, приехали сюда, это все понадобилось. Ну, и обувь также. Иногда я просто об этом немножко сейчас забываю. Когда мы жили в прохладных штатах, я вообще, две пары обуви у меня были всегда. Потеплее, похолоднее, потому что если жарко, тоже хочется одеть что-то такое посвободнее, ну, полегче, да. Вообще можно было разуться и походить босиком. Вот такой наш Мексиканский залив. Это 30 минут мы ехали. То есть мы жили, когда в отеле, тоже 30 минут ехали. Как нам показать, тут посмотреть. Ну, волны, да, сегодня такие приличные, да. И сейчас живем в доме, в деревне тоже 30 минут ехать. То есть разные дороги. Ой, сейчас на меня вода. Я же в кроссовках. И вообще я приехала в тонких штанах в этих. Вот они уже продулись всеми ветрами. Здесь холодно. Интересно, что даже нету этих фигглс. Вот только этот гракул ходит. Ну, чаек. Нету чаек. Почему? Странно. А, так потому что вот мы ехали, немножко подкапывал дождь. Видите, сейчас вот такое небо. Ну, мне все равно хотела. Я говорю, даже если дождь, я пойду погуляю в капюшоне под дождем. Вот. А муж иногда находит такие ракушки интересные, огромные, да. Вот сейчас, если здесь никого нет, мы идем вдоль туда километров так. Ну, три. Ну, он может больше пройти. Вот. Когда вот тепло, я заложу в воду, он туда ходит и пять километров в одну сторону, там два с половиной в другую и ищет хорошенькие всякие ракушки. А его сестра собирает стеклышки такие. В общем, ну, от бутылки куски, вот, которые океаном мывает, сколько там лет, год или, я не знаю, за сколько времени он делает такой кругляшок стеклянный из куска стекла. Да, и такие вот стекляшечки собирает его сестра, и он ей, если находит, ну, он был нашел только один, в основном большие ракушки находит. Ну, вот, под шум океана, пока не замерзну, хочу вам немножко рассказать, как я первый раз два года, ну, не два года, это через два месяца будет, чуть меньше уже, да, чем через два месяца, как я впервые сюда прилетела в США. И прилетела, значит, я в конце апреля, летела у меня с собой была куртка, но я в кроссовках уже как-то, ну, в аэропорт, то есть мы доехали в Минске до аэропорта на такси, и, ну, была у меня куртка, костюм теплый одет такой, вот, и в самолете мне было жарко. Но до Турции я летела одна, это какой-то был год, ну, это был 22-й год, да, апрель, конец апреля, 29-го апреля я прилетела. Значит, сначала я летела одна до Стамбула, а муж прилетел в Стамбул встречать меня, потому как мы переживали, что, ну, вроде бы документы все в порядке, виза вот эта вот К1 у меня есть, но все равно волновались. У меня было с собой два чемодана, вещей наложила своих из Беларуси, и здесь я не думаю, ну, может быть, 5% из того, что я привезла, я использую. Ну, я там везла и лекарства, что-то из косметики, ну, а так какая-то обувь, одежда. Ну, куртки неплохие у меня белорусские, но там, где холодно, мы жили в Холодных Штатах, я их использовала. В общем, два чемодана. И в Стамбуле я ожидала мужа 2 часа, вот, потом его самолет как-то там даже задержали, даже, по-моему, должно быть 2 часа, я 3 ожидала. Ну, мы договорились, где встретиться, у меня не было интернета, мы потом вместе пошли с этими двумя чемоданами, просто сидела. На то время еще нужно было ПЦР-тест. Он прилетел, нашел меня, мы пошли сдали ПЦР-тест. Вот, там быстро результат как-то давали нам, да, или что, я не помню как. Ну, в общем, сдали, все, пошли в отель, мы ночевали, да. Ночевали в отеле, и только самолет был на следующий день из Стамбула, Стамбул-Хьюстон. Вот. Ну, на следующий день все нормально, что муж все знает, там, интернет, он, а, мы подключали и, да, интернет подключали также, мобильный, в аэропорту. А потом в отеле пользовались отельным, ну, и потом снова как вышли, тоже пользовались тем интернетом, который он подключил. И я, кстати, до сих пор не знаю, как, у меня не получалось. Я дважды пробовала вот свои полеты и не смогла как-то там, как-то вот не дано мне. Ну, я смотрю, там многие делают. Ладно, не об этом. Ой, блин, опять свода. Вот, потом, значит, мы все благополучно на свой рейс разместились в самолетики. 12 часов летели. Фильмы смотрела, ну, тоже у меня такой первый был длительный перелет, перелет трансатлантический. Вот. Прилетели в Хьюстон, это был вечер. Он свой автомобиль оставил на стоянке, там, возле аэропорта, недалеко. И, значит, ну, мы там прошли документы, как вот эти мои смотрели. Это, в принципе, быстро. Ну, они сказали, что те, кто с грин-картами, те, кто отдельно очередь, да, паспорта гражданства, грин-карты, те отдельно очередь на прохождение, ну, в аэропорту, да. А те, кто имеют какие-то визы там различные, туристические, другие, в другую очередь. И вот с моими визами, ну, такая, как у меня, или там похожие, туристические, сидело, по-моему, семь человек там, ну, кто, семьями. Вот. Офицер взял мои документы, посмотрел. Еще, наверное, на тот момент, нет, уже муж ушел. Он, сказали ему, уйти, ожидать, да, там, внизу, там. Зона прилета на втором этаже, да, зона вылета на первом, по-моему, да. Ну, в общем, я знаю, что я потом спускалась вниз, чтобы получить багаж. О, прилетели чайки, а то я думала, где они. Ну, вот солнышко проклюнулось, и чайки прилетели. Потому что они не хотели, наверное, под дождем. Думали, что будет дождь. Ну, после ожидания немножко там, да, я подошла к этому офицеру. Ну, он пригласил, фамилию назвал. Я подошла, он посмотрел документы. Нам давали в посольстве в Варшаве, я делала документы через Варшаву. Давали папку такую, которую мы должны были отдать при пересечении границы США. Вот он забрал эту папку, он куда-то с ней ушел, смотрел. Потом, ну, все сказал, все нормально, вы идите пропущены на территорию США. Я такая, ну, слава богу. Все, спустилась вниз, нашла мужа, пошли забрали багаж. А видео-то о том, вообще, хотела, как мои первые впечатления от Америки, да. Ну, вот, значит, пошли мы искать автомобиль, ну, в смысле, забирать его. Трак он назывался, да, я не видела еще. Ну, я видела на фото, что он покупал его с салона, новый. На тот момент уже ему было 4 года этому траку, да. Короче, ну, трак это просто как грузовичок, короче, обыкновенный автомобиль, только как грузовичок. Это, в моем понимании, трак, это, знаете, как для дальних перевозок. А здесь нет, здесь все такие большие машины называются чраками. Значит, идем мы так, идем, и я говорю, блин, а что-то вот так жарко в этом стало. Я говорю, что-то нету кондиционеров, то есть в аэропорту, ну, кондиционеры были-были, и тут так мы идем-идем, зашли на эту автостоянку, она в помещении, да, была, и мы, я говорю, почему, почему тут так жарко, тут нет кондиционеров. Он говорит, какие кондиционеры, мы вышли на улицу. А у меня было ощущение, вот, что я попала в баню. Я говорю, да, это улица, это Техас, это такой воздух. Как вот многие говорят, что там запахи для них какие-то были новые. Там запахов я никаких не почувствовала. Мне просто было ощущение, что шли-шли, были кондиционеры, раз, закончились, и жара. И попадаешь в такую душноту. Я говорю, вот прикол, так это ж вечер, такая жара, мы говорим, ну, и ночью такая жара, да, это ж апрель. Короче, забрали автомобиль, выехали, а, нет, у меня там есть еще фотографии, я, надо, наверное, прикрепить фотографии, первые там фотографии, которые у меня есть. Я стою на фоне его автомобиля, на фоне этого трака, я говорю, он себе такой большой, этот трак, ну, выше меня. Он говорит, да нет, это маленький, это самая маленькая модель, что вот здесь есть. То есть он, впереди три сиденья, два пассажирских и одно водительское. У него нет, значит, сзади сиденья, сзади сразу, вот кабинка эта заканчивается, да, и сзади вот грузовой вот этот отдел, он тент, тент купил, и такой пластиковый накрывает им. Ну, и вот у меня там есть фотографии, я на сиденье на пассажирском, пока я приехала, у меня была стрижечка короткая, милированный волос, еще не испорченный американскими красками, потому что в Беларуси так они красились щадяще, не выбеливали, нет, я красила только в брикмахерских, ну, не в салонах, не в дорогих. Стриблась я тогда в Минске, ну, так, салон там был такой, студия Сергеенко, а красилась, краситься у них там было вообще дорого. Там дорого было, там 100 долларов, может, ну, то есть там, конечно, Беларуси дорого. Я красилась за 20 долларов недалеко от того поселка, где я живу, в городке, да. И вот так интересно сейчас посмотреть на те фотографии. Ну, и, значит, все, мы уехали из аэропорта, это аэропорт Джорджа Буша возле Хьюстона. Ну, Хьюстон, в общем. Уехали в отель, искать отель, и, значит, вот мы пока ехали. Ну, я смотрю, ну, да, там вдали Хьюстон, Огни, мы не через Хьюстон, только мимо. Ну, там все вот эти автострады, они все... То есть, если даже ехать через город, то можно не увидеть этого города, потому что он как-то проложен, эти автострады. Нету там вот этих вот, даунтаунов где, да. Короче, мимо. Города я не увидела ночью. И потом, значит, мы остановились. Он говорит, надо где-то перекусить, потому что уже поздно было, пока мы ехали. Ехали, это около 11 часов. Хотя нас в самолете очень хорошо, это турецкие авиалинии, очень хорошо кормили. Собственно, я была не голодна. Но мне же было интересно попробовать еду. Я говорю, конечно, давай. И вот я даже не знала, что вот сейчас-то очень мне нравится эта Бакис. Такая заправка, она как огромный магазин. Ну, там газовая заправка, газовая, газ-стейшн. Бензиновая заправка, ну и дизельная, то есть заправка. Заправка, просто, ну, на английском, газ-стейшн, да. И, значит, зашли туда. Я еще пошла фотографировать там что-то, снимать что-то. Но это я поудаляла тогда. Ну, у меня там есть видео про этот Бакис. Там очень интересно. Немножечко может быть дороже, чем где-то можно купить потом в Америке и в других местах. Ну, я на тот момент никакие вещи, конечно, ничего не покупала. Я просто так сделала видео, походила, посмотрела. И мы заказали тако. Вот первый раз я пробовала эти американские тако. Вышли на улицу. Это такая теплота, такая теплота. Мы стали, значит, открыли этот, ну, не капот, ну, как называется, где сзади у него грузовик, и вот он открывается. Ну, короче, мы ели на улице, да, возле грузовика. Разложили там и кушали. Людей мало, классно. И меня так удивило, что трава зеленая везде, кое-где она поливается. Я говорю, почему вот здесь вот полив не выключили? Это же, ну, ну, короче, не знаю. Может, они там только дерн какой-то положили, да, и поливали. Потом меня удивило, что выгул собак, и везде вот эти знаки стоят. Что выгул собак, выгул собак, и везде пакетики для того, чтобы взять этот пакетик и убрать за своим животным. Ну, конечно, вот поразила, да, вот теплота. Меня просто поразила теплота. Вот до сих пор помню, что вот я думаю, боже, какую баньку. Ну, туда не жарко уже было, это там было на стоянке почему-то, может, там, знаете, как не хватало ветра, не продувалось. А потом, или мы уже просто это 11 часов вечером, и мне жары такой душноты не было, не ощущалось, потому что это же не июль, не август, когда основная жара 40 и больше. Вот. И я стояла, помню, наслаждалась. Ничего себе в такую попала погоду. Ну, жарко было вообще, как бы, да, я помню, что я в майке уже. В майке, вот как мы приземлились в этом... В Хьюстоне, в аэропорту, все, я уже только майка ходила. То есть, ну, в Беларуси мы ходили в куртках еще, как я уезжала. Ну, тут, понятное дело, что Южный штат. Вот. Ну, в общем, так вот мы покушали, потом нашли отель. Вот. Вон, сколько чаек. Наш, наверное, муж не нашел никакие ракушки. Нашли отель, там переночевали, и потом поехали уже ближе к тому месту, где муж работал, потому что ему нужно было еще закончить несколько дней поработать, и потом он был месяц отпуск. Он взял, ну, как бы, со мной разобраться, разобраться со мной. Повозить меня там по каким-то местам. Ну, в общем, был у него, по-моему, да, месяц был. Перерыв между, а потом мы уехали вообще в другой штат, уехали в Огайо. И вот я думаю, что же я не рассказала еще впечатления. Говорю, что ой, сразу мы потом на следующий день вернулись к месту его работы, которую ему нужно было закончить. Нет, мы вернулись только через два дня. Мы поехали на Галвистон, на остров, который, ну, в принципе, отсюда, где мы живем, полтора часа ехать. Там такой вот, не так, как вот здесь вот безлюдно, да, там тоже Мексиканский залив, но там всякие аттракционы, кафешки, магазины, ну, в общем, оборудовано под туристов. Не так вот дико, как здесь. И вот первый раз, ну, тоже, как бы, никто там не купался, но мне так захотелось пойти в эту воду. Я помню, сняла кроссовки и закатала штаны, была в штанах и пошла в эту воду. Такая вода теплая, вы не представляете. Ну, сейчас-то это только начало марта, да, какое сегодня, 4 марта. А, третий, сегодня третий, на этот дом. Вот, а тогда это было конец апреля, уже начало мая, пока, когда мы поехали на этот Галвистон. И я так вот довольна, я помню, штаны этот океан мне вымочил, я стою, мне все равно. Ну, как-то потом мы гуляли там, по каким-то заходили в какой-то магазинчик, такой туристический, какие-то очки дешевые, помню, такие без бренда, просто там, ну, китайского производства, наверное. Вот. Какую-то шляпу я тогда, кстати, шляпа хорошая, она у меня есть. Вот надо нам забрать вещи, ехать отсюда 3 часа, где наши вещи основные все хранятся. Там куча, ну, не основные, ну, много там всего, и вот основные вещи. Потому что, когда мы переезжали из штата в штат, мы сняли сторидж, и сейчас эти вещи в сторидже. Вот. Забрать оттуда там и шляпки мои, и кепки, и вся летняя обувь, все летние платья. Все, чайки меня боятся, улетают. Хотела подойти ближе. Они вот сидят, ждут крабов. Как-то я показывала краба, голубого краба, там делала, наверное, мини-видео или несколько фотографий. Я плавала. Здесь муж забрал у них этого краба, голубого краба, чтобы мне показать. Зовет меня. Они так заволновались, что они его нашли, уже немножко его так подклевали, что он активно не двигался. Вот. Ну, мне он показал, и потом отдал им. Бедный крабик, конечно. Тут очень много голубых крабов. Он реально такой вот голубой-голубой. О, блин, говорю, уже опять горлом. Я к ним иду, а не от меня идут. Ну, потому что они думают, чего ты к нам прицепилась. Они хотят крабика весь. Видите, как он там стоит в воде, один ждет. И потом, когда один найдет, они начинают его окружать и клевать со всех сторон, чтобы он не убежал. Потому что они же быстро бегают, крабы.